Добрый день или вечер! Мы рады приветствовать вас на четвертом уроке нашего вечернего интенсива Стопы. Итак, вы продолжаете улучшать подвижность суставов. На самом деле это очень важно. Непосредственно улучшая амплитудное движение, мы кормим свою хрящевую ткань. На самом деле это значимо. Вы улучшаете расстояние, подвижность пальчиков, их управление. И мы продолжим нашу работу. Итак, мы продолжаем с того, что пальцы рук между пальцами ног. И наша задача выполнить круговое движение. То есть у нас было движение вверх-вниз. Теперь наша задача сделать круг. Мы чуть-чуть снизу фиксируем, чтобы у нас была опора. Мы фиксируем плюсневые косточки слегка, чтобы было меньше подвижности. И начинаем делать круговое движение, помогая этому движению нашими пальцами рук. На самом деле мы можем это движение сделать и самими пальчиками. И помним, что это движение мы пытаемся выполнить именно пальцами, а не всеми плюсневыми костями. Но они под вашими руками тоже двигаются. Я начала вращать в другую сторону. То есть мы объединяем такие два движения. В сторону, вверх, в сторону, вниз. И фактически, обрезая уголочки, это круг. С пальчиками это достаточно, как бы такое, не всегда плавное. В другую сторону, в сторону. Поднимаем вверх пальцы, в сторону. У нас уже есть ощущение вниз, в сторону. Чувствуем, каждый ли пальчик подключается. Если чувствуете, что надо развести, развели чуть больше пальчики рук. И из этого положения начинаем движение в стороны, вверх. Меняем направление. Отлично. Чувствуем, что с каждым разом подвижность у нас улучшается. Меняем свои пальчики. Фиксируем плюсневые косточки, чтобы у нас была обратная связь. И начинаем движение. Медленно. Вверх, в сторону, вниз, в сторону, вверх. Отлично. Подключаем свои пальцы. Меняем вниз, в сторону, вверх, в сторону. Вот у меня даже щелкает. Прекрасно. Подвижность стала больше. И чуть-чуть разводим пальчики и делаем то же самое. Вверх, в сторону, вниз, в сторону, вверх. Меняем в сторону, вниз, в сторону, вверх. Прекрасно. И теперь наша задача объединить движение подъемом больших и четырех пальцев по очереди. То есть мы следим за нашей щиколоткой. Можно делать на стуле. В общем-то, ну, то есть без нагрузки важно следить, чтобы в этом движении у вас не было смещения по щиколотке. Вспоминаем движение. Подъем большой. Опустили. Подъем четыре. Теперь замедляемся медленно. Подъем большой. Опустили. Чередуем четыре. Колено не двигается. То есть мы полностью выполняем маленькое, не обязательно большое движение. Наша задача просто почувствовать, что мы действительно управляем своими пальчиками. Меняем ноги. И делаем то же самое. То есть находим удобное положение и выполняем движение. Большой поднимаем. Четыре. Вниз. Не спеша большой. Потому что, если делаем быстро, всегда появляется возможность где-то как-то поменять это. Еще разочек. Большой. Не спеша. Четыре. Прекрасно. Следующее движение, которое мы делаем, мы попробуем развести наши пальцы. Мы поднимаем пальчики вверх и отводим. Вот то, что мы с вами делали в прошлом уроке. Что есть движение большого отведения и есть мизинчик отведения. И мы себе в ощущениях подняли пальчики и развели. То есть покажу, чтобы было видно. То есть вот мы подняли пальчики вверх и развели. У нас есть мышцы, способные поучаствовать в этом движении. Вернули, опустили. Можно помочь себе руками. То есть у нас есть возможность такая. Медленно вверх. Развели. Вернули, опустили. И без рук. Развели. Вернули, опустили. То же самое с другой ноги. Поднимаем вверх. Вверх. Развели. Если надо, помогли. И вот здесь то же самое следим за щиколоткой. Вернули, опустили. Подняли, отвели. Как получается? Мы же учимся. И вернули. Подняли. Теперь помогаем. Отвели. Вернули. Пальчиками чувствуем сопротивление. Поставили. Отвели. Помогли мозгу найти ощущение. Вернули пальчики. Повторили. Развели. Поставили. И отпустили. Очень хорошо. И следующая работа, которая нам будет очень важна, нужна. То есть мы научились разводить пальчики. Мы будем учиться сейчас опускать их по очереди. Мы поднимаем все пальчики вверх, не меняя опоры, не меняя контакта. Мы начинаем опускать мизинчик в пол и поднимать вверх. Мизинчик в пол и поднимать вверх. Теперь мизинчик, потому что обычно эти пальчики висят. Пятые и четвертые пальчики чаще всего висят в норме. У нас, когда мы опускаем пальцы и становимся, все ногтевые пластинки должны смотреть в потолок. Не просто, когда я ногу ставлю, а когда я вертикально становлюсь. Значит, наша задача этот пальчик максимально научиться подключать. Подняли. Опустили. Помним, щиколотка у нас не двигается. За ним опускаем. Четвертые, остальные держим. И чувствуем контакт подушечек. Третий держим. Опускаем. Второй держим. Опускаем большой. А поднимаем наоборот. Начинаем поднимать большой. Отрываем второй. Отрываем третий. Отрываем четвертый. И отрываем мизинчик. И еще разочек. Мизинчик. Ставим четвертый в опору. Третий. Ставим второй. И ставим большой. Поднимаем большой. Поднимаем второй. Очень часто противоположная нога включается пальчики, будьте внимательны, следите за этим. И то же самое выполняем для другой ноги. Выставляем ногу, следим за щиколоткой, для нас важно. Подняли вверх и мизинчик поставили, приподняли, мизинчик поставили, приподняли. Ничего в опоре не меняется, поставили, поставили четвертый, поставили третий, поставили второй, поставили большой, подняли большой, второй подняли, подняли третий, подняли четвертый, мизинчик. В идеале глазками не смотреть. Чувствуем мизинчик, четвертый чувствуем подушечку, третий чувствуем подушечку, второй чувствуем подушечку, большой – отрываем большой, отрываем второй, отрываем третий, отрываем четвертый, отрываем мизинчик. Очень хорошо. И эту работу выполняем, прорисовывая контакт наших подушечек разделяя работу большого четвертого пальчика не подключаем ни щиколотку не колено выполняем это домашнее задание готовимся к следующему уроку и желаю успеха в освоении собственных стоп